добрый вечер друзья я обещал поделиться впечатлениями новом но таком как бы запрете так сказать вот связанным там с мусульманскими странами и так далее много пишут на эту тему хотя надо сказать что конечно такого вот такой бури как было нету потому что во многих во многих отношениях сделано все это лучше чем было более грамотно и документ по объему вдвое больше чем тот был уже расписывается много как бы деталей и он не вступает в силу немедленно так чтобы там всех ошарашить и чтоб никто не знал чего делать и говорят ну вот там вступает силу через там через 10 дней ну то есть более менее как то так можно и подготовиться и вопросы задать и на вопросы ответить и это не влияет на людей которые уже получили визы уже никто не застрянет в аэропорту неожиданно там и так далее то есть грубо говоря серьезный экстрим который там был вот его убрали и что еще сказать конечно с точки зрения так чисто здравого смысла но вот моего например все равно я бы хотел видеть в этом списке и саудовскую аравию например и особенно пакистан но как то они так сами определяют этот список я не знаю не знаю насколько безопасно скажем турции там бог знает тунис например ливан да вот вот опасные страны не опасны но в общем это короче вопрос который остается за кадром пусть они там обсуждают это не повод для того чтобы там скажем федеральный судья вдруг что-то отменил вот вот это как раз не повод но они могут лучше подготовиться на предмет того что если там снова федеральный судья спросит а где у вас какие-то есть показания что вот из этих стран когда-то кто-то что-то совершал там и так далее может быть у них сейчас будет возможность им что-то показать потому что наверное что то есть наверное что то есть но вот они просто не были готовы они вот так ротом воздух хватали когда апелляционный суд вопросы задавал в общем эта часть эта часть понятная есть другой момент в этом деле состоящий в том что есть как бы два что ли экстрима экстрим правый и экстрим левый левый экстрим но такой как бы либеральный экстрим состоит в том что начинает рассматривать права которые говорят ну вот есть вот такое право например и многие могут согласиться что есть такое право а многие смогут сказать что особо такого права и нет ну вот например когда какого-то нелегального иммигрант куда-нибудь отправляют там обратно в мексику и начинается крик что вот разлучились семьей так хочу если все нелегальные так давай семья с ним то есть многие скажут но так а зачем же семье находиться тут пусть они будут вместе у себя дома здесь то зачем то есть нет у человека такое такого права с семьей находиться в этой стране нелегально нежели у себя дома там поэтому но крик есть крик есть а допустим толку нет то же самое и здесь то есть вот есть если например у человека ну скажем у иранца который живет в соединенных штатах если у него право например обидеться с родственниками которые хотят его навестить и мы с вами знаем друзья что тут не то что в аэропорту не пускают а так миссишь просто не дают мы-то с вами знаем что бывают справа с правом человека который приехал с украины белоруссии там российской федерации или киргизии например да что бывает с родственниками с визами для родственников а просто не дают и это же не не это не мусульманские страны и у нас там из скажем с украины террористов никто не засылал а вот те пожалуйста поэтому право людей видится с родственниками это такое право знаете ну вот кричать можно плеваться можно я не знаю размахивать каким-нибудь там баннером можно но как бы сказать собрать много сторонников как бы под этим флагом невозможно ну просто потому что такого права нет реально такого права нет это какая-то мечтательность такая детская вот типа коммунизм вот имеет ли право человек жить при коммунизме ну или скажем так за чужой счет например вот есть люди считающие что тот человек который ну как бы не хочет работать или там не сильно хочет может жить за чужой счет я не хочу эту тему сильно развивать я просто хочу на этом примере проиллюстрировать то что с левого фланга такого экстремального левого фланга а будут все равно попытки судить какие-то там кейсы открывать есть много людей которые этим занимаются и ну как бы их остановить нельзя система такая позволяет судить но трудно себе представить чтобы они реально чего-нибудь добились хотя трудно сказать дамы и мы еще не знаем может быть они что-то такое найдут что действительно опять там какой-нибудь судья что не скажет но пока что они сказали скрипали вот этот новый указ президентский именно так чтобы уже больше судьями дел не иметь ну вот они в очень и очень многих позициях они уступили и как бы тем самым признав что в общем то было сделано плохо они никогда не скажут мы совершили ошибку вот но мы понимаем что они де-факто так сказать они ее признают и пытаются как-то исправить что неплохо что неплохо ну что еще насколько это все может повлиять вот на нас с вами на тех кто едет в гости там или там собирается приехать по турвизе подать на политику или там выиграл грин карту прошел интервью приезжает соединенные штаты получается что ну никак не должно повлиять ну просто никак и даже ограничение на въезд процент из вот этих шести уже оставшихся мусульманских стран преимущественно мусульманских вот за вычетом ираком это же это что вот это ограничение она на 90 дней и за эти 90 дней они должны сообразить какой должен быть теперь процесс вот впускать или не впускать как как это вообще все делается вот ну пусть сообразят я не знаю но 90 дней тоже не какая-то такая кардинальная вещь и честно сказать честно сказать я не очень понимаю почему эти 90 дней нужны и вот уже 30 прошло да они первый раз сделали уже 30 дней прошло чего они за эти 30 дней может быть они работали в этом направлении не знаю может тем еще 90 нужно сверху на вот эти 30 которые уже прошли там сколько там прошло но но ради бога пусть разрабатывают там к сожалению если мы опять обратимся к здравому смыслу хоть но в моем понимании здравого смысла это вот как знаете как оружие вы можете изъять оружие у населения но преступников она все равно останется это у человека который может хочет себя защитить и свою семью у него оружие не будет а у преступника она будет всегда поэтому вот то же самое с террористами конечно вы можете защититься от террориста который там не знаю купит ножик в хозяйственном магазине и там наброситься на кого-нибудь то есть от такого террориста конечно вы можете защититься а такого который там самолеты угоняет или который допустим живет в стране и он гражданин и он пошел купил шмайсер там или три шмайсера и там патронов целый арсенал и и пришел там на какую-то партию или там в церковь или там в общественное место и начал стрелять от этого ты не очень защитишься и поэтому я немножко скептически вот к этому ко всему отношусь тем более что мы понимаем с вами что очень много людей которые могут все это сделать они имеют паспорта стран евросоюза могут беспрепятственно бежать вообще без визовы и так далее но то есть если люди хотят что-то такое сделать они сделают тут не ничего не такими мерами это остановить нельзя вот но я вообще считаю что наши как бы службы в которые этим занимаются и до трампа тоже они в общем то неплохо справлялись неплохо справлялись вот поэтому когда кричат там а о том что вот срочно о том что надо защитить страну что она в опасности что я там не знаю чего я как-то к этому отношусь немножко как к политической компании которая просто вот такая истерия для того чтобы собрать каких-то очков политических что вот как бы до трампа никто значит безопасностью не занимался обама все профукал а вот сейчас трамп придет и вот начнется безопасность и не знаю в общем пусть те кто этим занимается занимаются а для нас существенно что вот те кто наш канал смотрят значит для них вряд ли что-то изменится в худшую сторону с введением вот этой всей системы с чем я нас всех и поздравляю поэтому мы теперь ждем что будет дальше с рабочей визой потому что это на многих влияет давайте я поверну на себя заправиться мне надо вот ждем что у нас будет с рабочей визой ждем что у нас будет гринкарт лотереей там уже тучи сгущаются уже законопроекты подаются и так далее но в общем скоро сказка сказывается да не скоро законы пример примите принимаются вот ждем ждем и до новых встреч счастливо